вот вот такая удача привалила мне сегодня наконец-то у меня появилось достаточное количество черенков вот это инжир который здесь в Измаиле зимует без укрытия причем дает два урожая в этом году вот это второй урожай правда второй урожай вот такой мелковатый и вот у меня вот такие череночки получились появились разные есть и вот сейчас моя задача сегодня знак тельца и вечер надо обязательно сделать сегодня потому что завтра знак тельца луна без курса луна без курса это бесполезное дело потому что может не укорениться и не получу тогда нужный желаемый результат на которые я как раз рассчитываю вот такой интересный инжир буду сейчас отделять плоды и листья и готовить черенки к посадке вот так я обрадовалась большому количеству как раз веточек которые мне подарочно появились вчера вечером но и я вчера вечером все это сделала потому что как раз луна была в самом лучшем своем положении один из самых успешных дней августа и я укоренела а вот это у меня единственный черенок именно вот тоже этого инжира который как раз у нас не укрывается на юге в измаиле это морозостойкий зимостойкий инжир который вот не надо будет укрывать это очень хорошая вещь и я попробовала его плоды сначала первый урожай даже без укрытия первый урожай и они мне понравились ну и понравились уже сейчас созревающие плоды и у меня вчера вот такая уникальная возможность появилась там где-то было пять веточек вот из этих пяти веточек я провела укоренение и очень быстрое укоренение потому что это было уже вечером времени было мало я сейчас покажу как я это сделала но этот череночек укоренился и я его так как это было тоже уже летом но это был июль месяц я в горшочки их укоренила сначала они были у меня в земле а потом я их осенью пересадила в горшочки они перезимовали в теплице когда сильно холодно было и потом я их вынесла два инжира два саженца у меня друзья попросили они очень давно мечтали и им нужно было они уезжали и я им подарила такую подарила поделилась с ними своим со своими саженцами но вот сейчас есть такая возможность размножить именно черенками очень интересный сорт и зимостойкий сорт и сделать укоренение удачные ну и что я делать буду и как я сделала я сейчас вам покажу вот вот здесь у меня вот так вот я накрыла на ночь буду накрывать еще сюда тяжесть положу для того чтобы никто из бегущих кошек или сильный ветер мне не сбросили вот этот мой череночник своеобразный это как раз здесь место где я буду размножать и уже размножаю свои черенки череночки вот вот этого красиво в одну веточку оставила вот этого инжира инжир снова же без названия вопрос сложный вот он такой красивый я его вот оставила оставила не просто так потому что здесь вот смотрю вот это тоже зеленоватый как раз побег веточка видимо это был как раз побег сформирован ранее весной вот летом нарос затем вот еще один вот этот самый последний побег и я вот прошлом году когда укоренела у меня была одна веточка и вот именно вот эти верхние части вот этой веточки вот здесь есть я нарезала вот череночки вот с этой части как раз молодой часть я древесневшая часть вот с них как раз у меня и получились череночки а вот с этой части у меня к сожалению ничего не получилось но я все равно все порезала и даже вот эти части снова же здесь вот их под бутылками укоренила как я это делаю я подготовила у меня есть на всякий случай всегда вот такая земля здесь как раз земля уже с леса дерновая она как раз перегнила все там все все органические части перегнили и сюда добавлены добавлен кокосовый субстрат для того чтобы была воздушная такая хорошая земля вот она у меня как раз была и пригодилась и вот я сюда как раз в горшочки почему я сделала именно в горшочке а не в землю все равно хоть он зимостойкий но черенки в зиму сегодня у нас уже вчера я 22 как раз вечером это сделала вот с 22 августа у нас на юге остается еще буквально полтора два месяца такого теплого периода для инжира достаточно для того чтобы там три недели и уже появляются маленькие маленькие такие почечки и веточки начинают расти поэтому я буду пользоваться этим моментом просто другого времени у меня нет и не будет большим наверное возможности у этих друзей получить и вот такие веточки вот подарок вот 22 пришел вечером и я его как раз использовала и провела черенкование разные размеры веточек я смотрела чтобы как можно больше их сделать вот сейчас одну бутылочку это сейчас подниму вот влажная земля здесь и вот разные черенки здесь и вот эти молоденькие и вот есть взрослый как раз взрослый кусочек веточки и тоже его оставила ну вот мне интересен этот инжир тем что вот я наши вот эти укрывные когда обрезаю течет молочко а здесь молочка нету может быть и из-за этого это одна из особенностей вот этого зимостойкого инжира и вот так вот здесь я их в землю вот эту влажную как раз поместила дни корня замечательное время и как раз здесь как раз переход у нас осень уже начинается поэтому можно убывающую луну также хотя и летом использую но и сейчас вот можно использовать для того чтобы укоренить да их здесь не один желательно один но я думаю что когда я уже увижу укоренение до весны я думаю они дружно здесь будут жить возможно и пересажу все зависит от погоды их легко можно будет уже в холодное время перенести в теплицу уже будут открыты бутылки я вам буду рассказывать и показывать потому что весной это просто весной рано весной себе поставил то ли воду то ли в землю в субстрат и размножаешь а вот именно завершение сезона когда уже растение останавливает свой процесс но вот с инжиром получилось очень хорошо в прошлом году и я думаю что я себе смогу размножить вот этот уникальный сорт с помощью черенков и укоренить хорошо их до зимы а в случае уже когда будут морозы мини ледниковый период непредсказуемый в нашем регионе творятся такие погодные аномалии как и везде всюду я просто могу вот этот ящик легко взять его и занести просто-напросто в помещение или подвал где плюсовая температура для того чтобы перезимовали мои маленькие вот эти будущие саженцы инжира ну конечно их многовато я конечно что-то продам естественно если получится заранее не буду это объявлять ну когда у меня получится я тогда конечно об этом расскажу ну а несколько деревьев неукровных должно быть в моем саду потому что укрывание это так сложно это всегда занимает и время и открываешь и закрываешь конечно очень вкусные будут оставаться и эти инжиры которые укрытые но очень хочется вот эти ягоды иметь еще неукровного зимостойкого морозостойкого инжира и здесь я еще внизу застелила пленку здесь получается я полила и внизу еще водичка сохраняется так как телец посетительца всегда знак воздуха и поливать нельзя будет поэтому я эту воду оставляю в этом пакетике ну до следующего знака поливного уже времени будет достаточно и достаточно будет вот этой воды для того чтобы мои инжиры будущее нормально себе перенесли вот эти тяготы но самое главное не поливать их в знаке воздуха я даже думаю что к вечеру я вот эту воду если она не уйдет я эту воду обязательно уберу потому что в дни воздуха должно быть обязательно для растений возможность дыхания а с водой никогда инжиры не могут дышать спокойно и загнивают почему черенки загнивают вот это поливы в дни воздуха их нельзя проводить так что я прекрасную работу провела вчера сегодня луна без курса можно уже съемки делать можно делиться о выполненной работой отчитываться то что сделано вот и еще раз отведаю их несколько штук вот этих очень вкусные вот эти инжиры очень такие красивые замечательные вот так я стала обладателем в дни тельца замечательных вот таких растений и опыт как раз новый опыт получаю и у меня уже этот опыт дал результаты в прошлом году опыт когда можно выращивать если вот нету ничего и нужно срочно вот это сделать укоренение размножение черенками нарезать черенки я вот делаю таким образом горшочки бутылки и пусть их там много будет но у них уже процесс начался уже пошло дело потому что одни корни это замечательное время для того чтобы укоренялись черенки практически любых растений на канале раиса горяченко дача сад огород цветы было видео о том как я размножаю как я укореняю черенки нового сорта для меня нового сорта для кого-то уже проверенного и постоянного в саду вот этот сорт без названия но это зимостойки морозостойки инжир для юга для южных регионов которые поселятся в моем саду благодаря тому что я умею и могу размножить растения с помощью черенков не только в землю закапываю по одному но и вот таким образом также размножаю горшочках под бутылками раиса горяченко желает вам удачи всего самого доброго хорошего укоренения вам черенков и благоприятных дней для этого удачи мира и добра вам